22 июня. Самая короткая ночь года. В 4.20 в городе тихо и светло. Как и в роковой 1941. Ту самую дату, тот самый час, когда началась Великая Отечественная война, у мемориалов погибшим заводчанам в Красногорске зажигают свечи. В память о миллионах погибших в годы лихолетия. Нанесли такой вероломный удар, когда наша страна не ждала этого. И в первые секунды начала войны уже погибло очень много людей. Поэтому мы считаем, что нам нужно помнить, это чтить и особенно нужно доносить это нашей молодежи и детям. Сквозь построение участников акции, будто через время и поколение, шагает отряд 9-й гвардейской стрелковой дивизии. В форме ребята из поискового формирования «Искатель». В этот ранний час, этим мирным летом, у мемориала и творческие коллективы ДК «Подмосковья». Клуб «Ярополк», молодежный центр, молодежный парламент, депутатский корпус. И те, у кого война отняла родных и близких, кто гордится своими героями. Матвей Григорьевич Ревенко – это мой дедушка. Он без вести пропал в 1944 году при освобождении города Героя Новороссийска. После этого про него никаких известий не было. Свеча памяти в Красногорске зажглась сегодня частицы первого подмосковного вечного огня, который был открыт в Люберцах в мае 1965 года. В 2019-м, ко дню памяти и скорби, в регионе была объявлена своеобразная эстафета его передачи в муниципалитеты. В городском округе Красногорск, ровно 78 лет спустя, с момента начала войны, зажглись несколько сотен огоньков. Красногорск 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 Красногорск